Книга «Открытым оком», 20-й том, вопрос 3370, тема покаяния. Если приходит запоздалая осознание своей гордости, то как исправиться, если сил для этого вовсе нет? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Это может сделать только Дух Святой, самому себя не вытащить за волосы истрясины. Можно и молитву прочесть от гордости, но она составлена уж вовсе далеко ушедшему. Как будто и неверующим стал. Хотя гордецы именно таковы и могут быть. Помощник и покровитель. Страница 890. Кавычки открываются. Господи мой Иисусе Христе, как смиренные взоры Твои, Ты не желаешь никакой славы, Ты убегаешь всякого высокомерия. Напротив того я надменный, ядовитый червь, гордые очи, надменные телодвижения, пышные слова, вот чем я наиболее услаждаюсь. Презрение я не могу терпеть и почитаю его за великое унижение. Тогда как ничего я не заслуживаю. Я почитаю себя таким важным, таким славным, что никак не соглашаюсь терпеть поругание и презрение. Прости мне этот мой грех и безумие мое, и отлини от меня наказание, мне угрожающее. Истреби во мне всякое любочестье, да не уподоблюсь сатане, всегда желающему возвыситься, восседать на престоле Божием и принимать поклонение. И в меня вдунул он свой образ, Боже мой, научи меня познавать мою бедность. Что, человек, не ной, что, как смрадная грязь, во всю жизнь свое, не твое ли, а не мое, все, что я имею? Богат ли я, как скоро можешь ты привести меня в нищету? Мудр ли я и разумный, как скоро можешь ты соделать меня безумцем и несмысленным, Отнять мне разумное сердце и дать сердце звериное, как на уху до носора? В высоких ли достоинствах, как скоро можешь ты осыпать меня презрение? Стою ли теперь, как скоро могу я пасть? В любви ли я других, имею ли много друзей? Как скоро может любовь эта от меня отвратиться, И наилучшие друзья мои могут сделаться мне врагами? Крепо клеял здоровьем, как скоро могу я впасть в болезнь и умереть? Благополучен ли я, как скоро может последовать переворот счастья? Словом, нет у меня ничего постоянного, нет ничего, На что бы я мог, несомненно, положиться, кроме Тебя, единого? Господи Боже мой, даруй мне, да отвращу сердце мое от Тебя И от всего временного к Тебе, единому, Даруй мне познать обитающего во мне ядовитого червя, Меня отравляющего, самолюбие, любочестие и своеволюбие. Сердце мое должно быть обращено к Тебе единому, А вместо того оно отвращено от Тебя ко мне самому, К моему самолюбию, к моему чистолюбию и к моей собственной пользе. Я сделал самого себя кумиром себе, Боже мой, Освободи меня от него, Даруй мне возненавидеть самого себя, Отвергаться себя от речи со всего, что я имею, Иначе не могу я быть учеником Твоим, Даруй, да не иду по следам горделивого Люцифера, А то он ведет меня в ад и в пагубу. Помоги мне идти по следам Твоего смирения, Потому что Ты кроток и смирен сердцем, Да обрету в Тебе покой душе моей. Аминь. Тераха 11.7 Гордость ненавистна и Господу, и людям, И преступна против обоих. Тераха 11.14.15 Начало гордости удаления человека от Господа, И отступления сердца его от Творца его, Ибо начало греха гордость, И обладаемый ею, Изрыгает мерзость. Тераха 17.9 Не пощадил и живших в одном месте с лотом, Которыми возгнушался за их гордость. Павито 4.13 Итак, сын мой, Люби братьев Твоих, И не превозноси сердцем пред братьями Твоими, И пред сынами и дочерями народа Твоего, Чтобы не от них взять Тебе жену, Потому что от гордости погибет и великое неустройство, А от непотребства – оскудение и разорение. Непотребство есть мать голода. Тритча 11.2 Придет гордость, придет и посрамление. Но со смиренными мудрость. Тритча 14.3 В устах глупого бить гордости, В устах же мудрых охраняют их. Фактически правильно, политически верно. Излагает оратор о тьме преступления. Почему торжествует махровая скверна И особенно гнусна в последнем столетии. Цыплет цифры, проценты привычно и жестко. Создаются колонны для малолеток. А пользы едва ли на детский наперсток. И бьется докладчик в прокуренной клетке. Чат едкий клубицы безбожных идей. Расшифровка статистики в прошлые годы. И негордость, гордыни надменных людей. Перережут другу безжалостно глотки. Все пишут, советы дают однодневки. И спроса с них нет. Исчезают досрочно. По смерти всем выставит кто-то отметки. Что делали тайно, глубокую ночью. Врачи легкомысленно пишут рецепты. Мир обещают, бальзама на раны. Но грех, до чего же он въедливо цепкий. На зигзагах дорог, нарисованных прямо. Дайте мне кафедру, дайте эфир. Я с Библии выйду и не устыжуся. Скажу, возвещу, что лишь с Господом мир. Всем тем, кто смирился пред Иисусом. Ведущий, не смей отключать микрофоны. Вложусь не за сутки, десяток минут. Взорву царство тлена, усопших и сонных. Никто Божьих слов никогда не сонул. Слепые вожди с окаянством будели. Пероборотни оторвитесь от жвачки. Сокровище крови Христовой отбели. Здесь царство убийц. Змей сумел околпачить. Покайтесь, к Евангелию обратитесь. Примите крещение и Духа Святого. Я кончил. Вместите библейские мысли. Пусть я не пророк, но слова все от Бога. 7 декабря 2006 год. Игнатий Латвинов.